СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП Все произошло в субботу в 22.30 вблизи деревни Орсичи. 65-летний житель Бобруйска на автодороге Вишневка-Орсичи-Макаровичи не справился с управлением. Съехал вправо по ходу движения кувета и опрокинулся. В результате опрокидывания получил смертельную травму и погиб на месте. Находился в автомобиле он один? Да, он находился один. Больше никого не было. Со слов сотрудников ГАИ дорожное покрытие было сухим. Движение на гравейке неинтенсивное. Возможно, водитель выбрал небезопасную скорость движения. Вторая версия случившегося – плохое самочувствие мужчины. По факту проводится проверка. К слову о самочувствии водителей. Из-за высоких температур их внимание рассеивается, а реакция ухудшается. Как следствие, растет число аварий. Жара в эти дни стала причиной десятка ДТП в городе. Помятый кузов и странное расположение транспортного средства. На этих кадрах последствия ДТП. К моменту прибытия на место нашей съемочной группы водителя увезла скорая. В настоящий момент он принят, обследован, госпитализирован. Общее самочувствие пациенту удовлетворительное. Известно, что маршрутное такси двигалось по Минскому шоссе в сторону улицы Еловики. В какой-то момент внимание 35-летнего водителя рассеялось. Он потерял способность управлять транспортным средством, вылетел навстречу, ударился о световую опору, рекламный щит и врезался в дерево. 13 июля, ориентировочно в 12.05, водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, совершил дорожное транспортное происшествие. По факту ДТП проводится проверка. По неподтвержденной информации водитель маршрутки получил черепно-мозговую травму. Еще два ДТП с пострадавшими произошли в Бобруйске 18 июня. Так, около полудня на социалистической под колесами авто оказалась женщина. Вот что рассказали на месте очевидцы. Мы когда повернулись, она уже лежала. Мы тут разговаривали, поэтому я не знаю. Женщину сбили, ногу там повредили сильно. Она переходила проезжую часть? Да, на зеленый свет. А одна она находилась или с кем? Одна шла. Сотрудники ГАИ подтвердили, действительно в 12.15 водитель автомобиля Шаран при повороте на улицу Ленина совершила наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора и в обозначенном месте. В результате ДТП пешехода были причинить следственное повреждение, с которыми она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное. Сегодня ее жизни и здоровье ничто не угрожает. Легкими ушибами отделалась еще одна бобручанка. Вечером того же дня она спешилась и перекатывала велосипед через проезжую часть на Минской по пешеходному переходу. Но по какой-то причине водитель автомобиля ВАЗ ее не заметил. По факту проводится проверка. От госпитализации пешеход отказалась. Превышение полномочий. Главу Солигорского райисполкома задержали по подозрению в коррупции. Мужчина был задержан 17 июня. Арест проходил в здании Минского облсполкома. В столицу он приехал в командировку. Действия задержанного квалифицированы по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса. Превышение служебных полномочий. Как пояснили следователи, событие преступления имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности первого замминистра ЖКХ. Ведется проверка. Бобруйские следователи возбудили дело по статье «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег». Фигурантом оказалась местная жительница. Девушка принесла в обменник фальшивую банкноту. Известно, что 19-летняя девушка принесла в банк для обмена купюру в 100 долларов, которая имела признаки подделки. Банкноту передали судебной технической экспертизе документов. Она показала, это подделка. Деньги девушка нашла около двух месяцев назад в одной из книг в квартире, которую снимает по устной договоренности. Бывший хозяин квартиры умер, а новый владелец и его сын о происхождении денег ничего не знает. Следствие по факту проводит проверку. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Напомним, согласно статье Уголовного кодекса, максимальная мера наказания – до 7 лет тюрьмы. Смерть на воде с начала года в городе и районе жертвами стихии стали 4 человека. Напомним, 18 мая погиб 32-летний мужчина. 11 июня – 14-летний подросток. 12 июня – 56-летний житель агрогородка Ленина. 15 июня – 67-летний пенсионер. Тело пенсионера обнаружили в пруду в переулке Первый юбилейный. Известно, что мужчина жил на улице Рокоссовского. Что произошло в злополучные сутки или двое до трагедии – неизвестно. В ОВД ситуацию пока не комментируют. Как пояснили сотрудники освода, с начала купального сезона спасатели вытащили из воды 35 человек. Из них 16 – несовершеннолетние. В Смолевичах смертельно травмирован электричеством рабочий. Трагический случай произошел 17 июня в цехе одного из предприятий по производству металлоизделий. 53-летний наладчик оборудования не отключил подачу электричества и открыл крышку трансформатора, чтобы проверить вентилятор. Из-за неосторожных действий он получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте. Следователям осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы и должностные лица. Изъята документация, касающаяся трудовых отношений, безопасности производственного процесса, охраны труда. К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда. По результатам будет принято процессуальное решение и установлены причины и условия, способствовавшие несчастному случаю. В столице легковушка, в Новополоцке квартира, в Бобруйске хозпостройка. За неделю в городе на Березине по линии МЧС лишь одно ЧП без жертв. Яркое зарево в ночи. Этот пожар произошел в минувшие выходные в агрогородке Ленина. Горела частная хозпостройка. На место прибыло пять пожарных расчетов. В момент ликвидации крыши дощатого строения было полностью объято пламенем. Первыми прибывшими подразделениями было принято решение подать лафетный ствол с большим расходом воды. Однако даже этих мер не было достаточно, чтобы потушить такой объем пожара. И уже прибывшими в помощь подразделениями дополнительными были введены еще два ствола. Огнеборцы в считанные минуты потушили пламя. Но уберечь хозпостройку не удалось. Огонь уничтожил и 16 кубов дров. Их хозяин заготовил для себя. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Пока основная версия – поджог. Больше ста в прошлом году и 11 в этом сезоне. В Бобруйской столе реже красть велосипеды, но правоохранители уверены – из-за беспечности хозяев двухколесных коней цифры могут увеличиться в разы. О том, какова обстановка сегодня – далее. С начала сезона в милицию обратились 11 бобручан. Предметом посягательств стали горные, дорожные, детские велосипеды стоимостью от 50 до 500 рублей. Установлено, что большинство похищенных велосипедов были оставлены без присмотра на лестничных площадках в подъездах. Хищения совершались как с первого, так и с верхних этажей. Некоторые – из незапертых тамбуров, чаще всего в ночное время. Во избежание подобных неприятностей правоохранители разработали новый метод профилактики подобных преступлений. Постановка велосипедов на учет ВУД Ваврусского госполкома. Любой владелец велосипеда может обратиться к нам в управление по адресу улица Минская, 130А, где велосипеду будет придан его идентификационный номер, он будет поставлен на учет. И в случае хищения либо утраты позволит сотрудникам быстро идентифицировать велосипед и вернуть его владельцу. Кроме того, в случае пропажи велосипеда правоохранители рекомендуют сразу же обращаться в милицию. Спустя сутки или позже найти двухколесного коня гораздо сложнее. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok